Уважаемый товарищ президент, на ваше рассмотрение вносится кадровое предложение по руководству госорганов и государственных предприятий. Пархомчик Петр Александрович представляется на вакантную должность председателя Брестского исполнительного комитета. Каранкевич Виктор Михайлович представляется на должность заместителя премьер-министра Республики Беларусь. Каранкевич Кушнаренко Алексей Иванович представляется на должность министра энергетики. В настоящее время работает генеральным директором Государственного производственного объединения по топливу и газификации Белтопгаз. Веренич Валерий Емельянович представляется на должность начальника государственного объединения Белорусская железная дорога. В настоящее время работает первым заместителем министра транспорта и коммуникации. Ты все собирался куда-то уехать на отдых, а тут оказывается в самое горячее место? Я считаю, что работа это и есть, Ольга Александрович. Присаживайся. А перемена места работы это новые вызовы. Новые вызовы, поэтому... Но надо понимать, что одно дело вице-премьер, а другое дело самостоятельная работа губернии в Брестском облсполкоме. Это ответственность за область председателя облсполкома, центральные фигуры в органах власти Белоруссии. Это надо тоже понимать. Брестская область хорошая область, но непростая. Почему Пархомчик? Да потому что с сельским хозяйством вы там разберетесь вместе с Михаилом Ивановичем Брусом. Он будет у вас работать ответственным за область. Я с ним сегодня разговаривал. Он понимает все и знает, что там надо делать. Пархомчик заявил о том, что с Пархомчиком вы, мне так сказать, не прогадали. Мы там порядок наведем, и в сельском хозяйстве будет оказана всяческая поддержка. Но почему промышленника? Потому что нам надо серьезно в Брестской области поработать с промышленностью. И ты хорошо знаешь, промышленность вообще в стране лучше, чем кто-либо, а в том числе в Брестской области. Поэтому я очень надеюсь, что мы забудем о всяких разговорах, о проблемах с промышленностью. Как Михаил Иванович говорит, ну 3-4 предприятия там есть проблемные относительно Бреста и Брестской области. Порядок там будет наведен, и результат будет хороший, еще лучше, чем сейчас. Вот заявление человека, который фактически сейчас отвечает за все вопросы Брестской области. Я думаю, с кем, с кем, с Михаилом Ивановичем, вы всегда найдете общий язык. Значит, кроме всего прочего, за тобой остается еще последствия всякого этого бурелома и так далее. Это надо сделать, то, о чем мы говорили. Тем более сейчас возможностей даже больше. Надо приводить в порядок нам эти сети, посмотреть, где что нужно сделать. И вместе с новым министром по работе передай ему все, о чем мы говорили, и все, что нужно сделать. Я думаю, Александр Иванович, надо будет тоже ввести в курс дела, потому что лучше, чем... Нет вопросов, все расскажем, все покажем. Что не доделал, то он доделает, а что не доделает, просижу. Что не доделал, еще не успел. Как это не доделал. Но то, что находится в завершающей стадии. Присаживайся. Значит, это тоже на тебе висит, чтобы ты нашел время как-то и свое место в тех вопросах, которые остались недоделаны. Есть ваше поручение, вы же знаете. Ну, я только боюсь, Виктор Михайлович, что вы там из-за характера такого аккуратного и по молодости как-то осторожничать начнете в самом начале. Но вы должны понимать, что спокойной же жизни не будет. И промышленность, это основа страны, экономики, она должна давать результат. Что касается Министерства энергетики, то, откровенно скажу, это не Министерство сельского хозяйства, что в Министерство сельского хозяйства все боятся идти. Ах, тяжело и прочее, прочее. Но Министерство энергетики у нас всегда считалось, что это такое приоритетное место работы. Я полагаю, что вы так не думаете. Там предостаточно работы, особенно сейчас, и на перспективу, что касается, будем-не будем строить атомную станцию новую. И что касается вообще наведения порядка там. Поэтому еще на двоих вам вопросов там будет хватать. Присаживайся. По прежней работе только положительные отзывы. Я внимательно просматривал с вашей кандидатуры уже несколько лет. Можно сказать, с 2020 года. Поэтому надеюсь, что мы не потеряем Министерство. Ну и тоже посмотри, что на первых порах, чтобы... Ну уж если нужно, надо будет помочь.